Здравствуйте, дорогие мои чаеманы! Мы находимся сейчас у меня на кухне, где я вам расскажу о самых прекрасных чайных композициях, союзах и ингредиентах, которые используются для чаепития. Ну а если серьезно, то сегодня я расскажу про чай, потому что вы писали не раз, не два, не три, десять, сто, каждый раз. Вот я смотрю, я понимаю, что не все писали, и комментариев было не так много в общей массе, потому что на сегодняшний день уже больше миллиона подписчиков, и я вам хочу сказать, тяжело без чая читать ваши комментарии, потому что их вообще как много. В общем, смотрите, я вам расскажу, что я люблю, потому что я в каждом ролике, ну не в каждом смысле, очень часто говорю и в комментах пишу, что я давно не пью алкоголь, чуть больше двух с половиной лет, но при всем при этом часть моей жизни была связана с чаем. В 2000 году, когда я только впервые попал в Москву сюда, мне довелось поработать целый год в клубе китайской чайной культуры. Я не помню, как он назывался, но на Бауманке находился. Чайный клуб. Чайный клуб. О, вылетел из головы. Но я знаю своего в тот момент босса, и в текущий момент моего очень близкого, хорошего друга, которого люблю, ценю, уважаю. Костя Свиридов, он живет в Петербурге. Иногда мы с ним в прошлом году или позапрошлом повстречались с ним в Норильске. Вообще случайно. Я говорю, Костя, ты в Норильске и вообще как и чего? Ну ладно, это все как бы история умалчивает, потому что, знаете, ну кому интересно слушать там мои какие-то байки про людей, с которыми я лично знаком. Давайте начнем вот с чего. Значит, я вкратце скажу, что один из самых, ну самый мой любимый чай – это Дахун Пао. Но его в текущий момент у меня нету. Ну а так как я, ну сейчас вообще ситуация такая очень странная, но не заказал я его, и у меня сейчас перерыв, я пока пью другие чаи. Весь период там моего 20-летия последнего я прям с чаями на ты, на вы и на Вась-Вась, самое главное. Значит, второй, ну на сегодняшний день первый, а вообще как бы второй после Дахун Пао – это Пуэр. Пуэр – это моя любовь. Даже существуют, говорят, пуэрные алкоголики, да, или чайные алкоголики, то есть люди, кто кайфуют от этого всего. Значит, вот эту вот шайбу, видите, тут кусочек у меня уже отломлен, я притащил из Таиланда. Мы были в городе, значит, а какой там город был? В общем, там деревушка какая-то, чайные плантации, где живут китайцы, и там, соответственно, выращивают подходящие виды чая, чайных деревьев, ферментируют подходящим образом, чтобы сделать Пуэр. Значит, для тех, кто не видел, не слышал, ничего не знает об этом, это вот такая штука, Пуэр – это один из немногих чаев, которые относятся по китайской классификации к черным чаям. В китайской классификации нет такого понимания, как бы, черных чаев – чаей, по-китайски заговорил. И поэтому его не называют черным чаем. У него есть наименование – Пуэр, и все. Есть там подвиды Пуэра, типа 15-летний, 20, 30, 45 и так далее, по годам. Значит, есть Шен Пуэр, Шу Пуэр. Один более светлый, другой прям черный-черный. Я всегда при выборе Пуэра считаю, что он должен быть вот с таким вкусом прелой земли, потому что он ферментируется под землей, в землю закапывают. Ну, вернее, раньше так делали, а сейчас создают определенную, наверное, микробиологию какую-то, как, знаете, как с яйцами сутинами. Никто их не закапывает на 3 месяца в землю. Но суть остается сутью. Смотрите, что делаем. Значит, берем чайничек, простятский чайничек, ходите посложнее. Если есть гламурный, берите гламурный. Я люблю все чаи покрепче, поэтому, не стесняясь, накладываю, знаете, лучше так вот чуть-чуть поломать, он прессованный. Накладываю Пуэр в заварник, ну, то есть, вот в это ситечко. Примерно граммов 20-30, тут в зависимости от вашего опыта. Я вот люблю прям накидать, чтобы он был непрозрачный аж. Опа! Все остальное сворачиваем аккуратненько в бумажку, в полиэтиленчик. Ой, на мусорю. С Пуэром всегда нужно быть аккуратным. Мусора достаточное количество. Сразу сюда. И все. В сторону откладываю. Значит, вода. Вода должна быть обязательно фильтрованная. Вы и так и без меня, знаете, не надо напоминать, что мой спонсор Аквафор. Поэтому каждый раз я говорю, друзья, обратите внимание, штука крутая. Я ее беру с собой даже на дачу, когда я знаю, например, если у друзей нету какого-то нормального крана или вода все время рыжая бежит, то берете с собой на дачу. У него здесь есть вот электронный блок, который создает давление для того, чтобы через мощный фильтр продавить воду, чтобы она очистилась и стала очень высококлассного, так сказать, вкуса, состава, ну и всего прочего. В чайничек. У меня здесь пол чайничка уже налито. Я просто чуть-чуть добавлю и поставлю кипятиться. Пока мне нужно... То есть почему фильтрованная вода для чая? Вы вот спросите любого чайного мастера, он вам скажет, что чай не требует ни вмешательства никаких химических элементов лишних, таких как железо, знаете, когда это запах хлорки, еще чего-то. Поэтому именно фильтрованная вода. Все. Значит, помимо всего прочего, знаете, что я делаю? Я вытаскиваю ситечко вот это, которая пока у нас с пуэром, а сюда в чай, чтобы, во-первых, было красиво, а во-вторых, ну, для вас будет красиво, а для меня будет вкусно. Пуэр имеет землистый такой, знаете, многие называют его, типа, перегнившие носки. В этом что-то есть, да, вы правы, но для этого существуют всевозможные цветы, которые либо нам кто-то привозит, либо мы где-то покупаем. Поэтому небольшая щепотка сушеных цветов жасмина, небольшая щепотка... О, она еще и закрытая. Значит, а я думал, что мы уже... А, мы, значит, одну выпили. Окей. Это хризантема, чайная хризантема. Ну, вкус у нее такой же, какой обычной хризантемы, только ее специально выращивают для чайной церемонии, для чайных добавок и всего прочего. Значит, вкратце, возвращаясь к пуэру, значит, в хризантемах, здесь, ну, чтоб 10 туда, бросьте, много не надо. Это будет сильный запах хризантемы. Для тех, кто не в курсе, что такое пуэр и с чем его едят. Значит, помимо того, что я рассказал про пуэр, что это ферментированный чай из грубых, крупных листьев чайного дерева, который ферментируется с помощью влаги, да еще и поговаривают, что его закапывают в землю. Я этому не верю. Ну, то есть, есть какие-то способы вот такой влажной ферментации. То есть, по сути, он слегка подгнивший. Ну, образно говоря, русским языком. Но при всем при этом, в нем, в процессе ферментации раскрывается такое количество танинов и всех микроэлементов, которые, значит, может отдать чайный лист, что когда его пьешь много и обильно, от него слегка подштыривает. Ты-ты-ты, ты-ды-ры-ты-ты-ты. Ну, то есть, почему людей называют чайными, да, алкоголиками, когда они к пуэру и к дохун-пау? Потому что этот чай, он дает какую-то бодрость, яркую такую на ночь и вообще не рекомендуют пить. Потому что полночи будете зенки так придерживать, потом палец будет слабеть, у вас зенка открылась, вы так опять будете держать ее, открылась. То есть, вы даже закрыть глаза не можете. Но это совершенно не значит, что когда вы сонный, вы можете бахнуть пару чашек коэра и, типа, еще трое суток не спать. Нет, нельзя утрировать вот эти вот волшебные свойства чая. Мы еще у Макса Бранта в прошлый раз пили, он говорит, здесь нужно все аккуратно, как бы кайфовать. И тогда он отдаст вам свои волшебные нотки. Ну, давайте пока быстренько начнем. И это барбарис. Пару щепоток барбариса. Барбарис, он очень кислый. И вообще для пуэра очень круто и вкусно, на мой взгляд, делать смеси с небольшим количеством меда, капелька меда и, например, замороженная вишня. Очень вкусная. Когда у меня бывает замороженная вишня, я завариваю пуэр с вишней прям. Но нужно чуть-чуть какой-то сладости для того, чтобы вишня кислая, пуэр терпкий. У тебя получается такой горьковато-кисловатый вкус, непривычный для рта. Чуть-чуть сладости он и кайф. Для пуэра я всегда использую прям 100 градусов кипяток. Тут каких-то, знаете, нюансов. Это же не чайная церемония. Поэтому что там придумывать какую-то ерунду? Типа там 92 градуса. Тут раскрывается при 89. Друзья, давайте будем адекватными чайными потребителями. Ну какие 89 и 92? Ну о чем вы говорите? Пуэр скоксованный. Его надо, чтобы он размок нормально, чтобы температуры хватило, чтобы он размок. Вот эти все сухие штучки, они должны размокнуть. Вы думаете, так просто температуру? На 10 градусов опустите, и вы поймете, что у вас процесс раскрывания сухих веществ сократился почти в два раза. Скорость. Ну я так пью и делаю там. Знаете, приходят ко мне гости, говорят, братан, ну что-то кипяток как бы там понтуется. Я какой нафиг все залил кипятком, кайфуем. Значит, я иногда спорю с ребятами в чайных, ну не то чтобы в чайных заведениях, а там где есть. Я кальяны люблю курить, и там всегда есть чай. Я всегда говорю, почему, блин, что пошла какая-то мода зеленый пуэр. Написано, типа, пуэр зеленый. Это знаете, как резиновые сапоги с дырками продавать. Ну то есть, само понятие пуэра, оно появилось тогда, когда его кто-то откопал из-под земли и сказал, офигеть, какой вкусный чай был закопан в земле. И за это его и любят, за эти носки, за вот эти прелые. А зеленый пуэр, он терпкий, вот этого прелого вкуса нету, и получается, что мода есть на него. А я, например, лично не понимаю, ну что за ерунда. Так, здесь вот такая вещица. Тут у нас пуэрчик раскрывается, хризантемки раскрываются. Сейчас постоит немножко завариться, отдаст свою черноту. Он должен стать черный. Я люблю покрепче, поэтому в моей чашке, в моей вселенной, пуэр должен быть максимально черного цвета. Тогда прям у тебя во рту прям, ммм, пуэр. А не так что-то, как говорит моя жена, что это за... Пупсяка, а как ты говоришь? О, она говорит, что за писи-сиротки-хаси? Это что за... мне там... чай должен быть чаем, ну, черного цвета. А если он там что-то, то это, конечно, вопросы возникают. Значит, дальше. Второй вариант, который в летний промежуток, но и в зимний тоже, но в зимний не всегда. Почему? Потому что я на зиму не заготавливаю так много листа смородины. А летом, когда есть он свежий, вот он высохнет. Вот здесь у меня уже высох, пока нас три дня не было, пока мы были на даче. Тепло сейчас. Со смородиновым листом. Я из Красноярска, для меня вкус смородины с детства такой... вкусный. Значит, здесь я делаю то же самое. Я только поправочку сделаю. Вот в такого рода чайниках, ну, всегда нужно что-то бросать вовне, чтобы было красиво, да? А заварку и все остальные ингредиенты не такие, знаете, не очень красивые. Тогда в центр бросаем. Поэтому, значит, вот сюда я бросаю буквально раз, два, три, четыре листочка смородины. Чёрной смородины. Вот сюда я насыпаю чернослив. Чернослив просто несколько кусочков, так, покажу. Несколько... Ну, у всех, как правило, есть чернослив. У нас он стоит, там бывает, знаете, подсыхает, и я его раз-раз кусочками, и в чай. Смородина с черносливом великолепно взаимодействует. Вы можете использовать и экспериментировать с любыми сухофруктами, которые у вас стоят дома, которые вы там не всегда съедаете. Теперь сюда я добавляю, как ни странно, сейчас кто-то там меня начнёт банить, мол, типа, Василий, там, вы про чаи, и всё такое. Это гранулированный индийский чай, который я много-много лет привожу из Индии. Прям вот, ну, такая труха. Просто индусы сами его пьют, и у нас много друзей из Индии. Я им говорю, какой ты чай пьёшь в магазине покупаешь? Он показывает мне тадж-махал. У нас такой не продаётся в Индии. Тадж-махал, и всё, я привожу его и пью потом. Просто этот чай, да, понятно, что он делается там и не из чайного листа, а в переработке пыль остаётся от чайного листа, от переработки, потом всё это коксуется, делаются такие шарики. Видите, много пыли в нём, я поэтому на салфеточке всё это отсеиваю. Но мне он нравится, потому что, во-первых, его пьют индусы, во-вторых, в Индии путнего чая не найдёшь, потому что всё уходит на экспорт, и вон, зараза, крепко заваривается такой прям. Во, пуэрчик уже начал темнеть, хризантемки уже распустились, они раскрываются такие. И потом, например, когда остаётся уже всё и спил, уже ничего, там уже одна труха остаётся, раз так ополоснул в унитаз, и раз в унитазе плавают красивые хризантемки. Глаз радуется, классно. Всё, здесь мне нужен крепкий традиционный вкус чая. Почему? Потому что мне не нужен вкусный чай, мне нужен обычный крепкий чай, я его могу добавить к нему любой вкус. В этом случае смородина и чернослив. Сахар можете добавлять, можете не добавлять. Я в травяные чаи не добавляю сахар, и в пуэр не добавляю, но иногда, знаете, охота прям там, что-нибудь, или метку какую-нибудь замешать. Вот, о чём я говорил, мы залили, а он по цвету такой же, как пуэр стал. Потому что мощный, заварной такой индийский чай. Вот такой мой любимый чай, очень люблю его. Значит, давайте я вот этот чайничек сейчас возьму, а вот этот оставлю на потом. Вот это чай, один из самых любимых моей супруги. Ну, я её поддерживаю всегда, иногда, там, когда на ночь, завтра рано вставать, и надо выспаться. Пуэр, конечно, не рекомендуется пить. А вот такой чаёк с удовольствием мы можем на ночь-то и попить. Чай Ксении Евгеньевны, моей супруги. Вот, смотрите. Я каждый декабрь езжу на Шерегеш. Здесь нет никакого логотипа. Здесь просто надпись. Таёжный. И покупаю себе 8, а то и 10 вот таких вот пакетов с травяными сборами. Шерегеш, Новокузнецк, да, вы знаете, где это. Нужно следить за тем, чтобы сбор был идеально зелёного цвета, то есть высушен не на солнце. И трава, когда она даже не на солнце в тени лежит очень долго, она всё равно желтеет. Это должно быть вот прям зелёная зелень такая. Соответственно, открываешь туда нос. Во, пахнет по-таёжному. Ну, а здесь написано просто мята, малина, смородина, медуница, иван-чай, зверобой, белоголовник или лобазник. Лобазник его не называют, это такое более научное название. Белоголовник его все так и называют. Нюхаешь, смотри, чтобы был не противный. И всё. И погнали наших городских. Значит, основную заварную часть я тогда буду сыпать вот сюда. То есть, прям, не стесняясь, сыпем побольше зелёнки. Зелёнки вот сюда сыпем. То есть, здесь чёрного чая нет. Здесь чисто зелёнка. Всё, пыль можно стряхнуть. Но так прилично для этого чайника. Опа, значит, хорошо, это у нас готово. К подобного рода чаям, значит, может быть масса всевозможных разных элементов, ингредиентов и всего прочего. К вот такой зелёнке таёжной я с удовольствием придержал. Это рябина. Это рябина. Рябиновые ягодки вот сюда. Рябина пахнет, ну, мягко сказать, я не знаю чем. Какой-то мокрой собакой, чем-то таким. То есть, у рябины этот вообще... Рябина это не популярный ингредиент. Далеко не популярный. Он прям реально вонючий. Но сухая рябина очень полезная. И она совершенно удивительно дружит с таёжными или степными травами. Дружит прям. Я рекомендую этот ингредиент прям к травам, к травам. И, конечно же, звезда сибирского региона. Трава, о которой ходят легенды. Растения, от которого приходят в эмоциональное возбуждение люди, живущие или родом с Сибири, или с Иркутска, с того региона, Забайкальска. Это саганда и ля. Рододендрон Адамса, который произрастает на острове Ольхон. Он есть не только на Ольхоне, но собирают большую часть всего на Ольхоне. Саганда и ля. Спасибо большое Тане Абраменковой, нашей подруге из Новосибирска, которая нам его поставляет. Ну, это так, личная история. Но дело вот в чём. Саганда и ля является очень сильным нейростимулятором. Это я не к тому, что от него штырит, как от Пуэры. От него при регулярном употреблении немножко просветляется умственная часть человека. То есть он начинает чище мыслить, замечать, рассеянное внимание пропадает. И он прям такой, рекомендуемый к употреблению с утра. Есть люди, которые в офисе его пьют. Ну, а к ночи его, знаете, я его и к ночи пью. Хотя так вроде как не рекомендуют делать. Но, вот смотрите. Вот у меня на руке, а вот у меня в пальцах. Короче, вот этого достаточно вот на этот чайник. С ним переборщивать нельзя. Нельзя. Поэтому вот такого пакета нам хватает примерно месяца на три. Иначе серчишка. Хорошо, если завёлся. А если не завёлся. Заглох по пути. Всё. Кирдык. Теперь сюда мы вот это вот колечко и фильтрованную водичку. Кончилась она. Водичку заливаем нежно, аккуратно. Следим, чтобы... О, как хорошо. Даже зелёный оттенок появился у этого чая. Значит, вкусно будет. Алиса, Алиса, пуговка, ты что, на чай прибежала? У нас даже Алиса чай любит, чай любит, пуговка, пуговка. Ну, что ты, блин? Ну, что ты, ласковая псина у меня такая. Вообще-то тебя снимают пуговкой сейчас. Ты не в курсе? Или ты как бы привычная уже к съёмкам, да? Заглубалась такая, ребята, привет, привет. Иди. Ой, если сейчас руки не помою, начнётся такое. Собаку руками брал, чай брал. Вот это не вырезай, пожалуйста. Как будто я вас сейчас кормлю и пою. Так, значит, вот этот зелёненький чаёчек с Аганда и Ля и с рябиной. Он никого не вштыривает. Очень лайтовый, мягкий, полезный, классный чаёк. И финалочка. То, что я пью довольно редко, но мне прям иногда доставляет это особое удовольствие. Во-первых, это мой брутальный медный чайник, который я не хочу начищать ничем. У меня есть пасты все, чтобы медь блестела. Но он много проводит в воде снаружи и внутри. Моется, пьётся чай. Он рабочий чайник, ему не надо блестеть. Вот, значит, сюда мы что добавляем? Пуэр. В мою бытность работы чайным мастером. Совместно с Константином Свиридовым, там, и с нашими ребятами. Значит, мы проходили всевозможные обучения и... Ну, не то, чтобы обучение. Мы бывали на лекциях и у Бронислава Виногородского, и у людей, прям таких чайных, авторитетных... Значит, как их назвать? Фанатов религии чая. Она тоже, как бы, существует. Одним из самых... Я даже вот не помню этой истории. Если Костя Свиридов вдруг увидит мой ролик, Костя, напиши, пожалуйста, коммент какой-нибудь. А мне черкани, чтобы мы его прикрепили сверху. Откуда тогда... Вот эти ноги росли. Откуда появился пуэр варёный на молоке? На мой взгляд, это вообще самое крутое сочетание из всех китайских чаёв, какие там только могут быть. Пуэра побольше, прям сюда закидывайте. Закидывайте пуэра сюда. Хорошего, вкусного. Молоко. Я 3,2% беру. Так, я над раковиной. У меня так, наверное, будет не очень удобно. У меня чайник этот, зараза, вместительный такой. До краёв я не наливаю, потому что, знаете, есть такой эффект. Можно пропустить, когда закипело молоко. Теперь его на маленькую конфорочку, вот сюда. И начинаю нагревать. С крышкой, соответственно. Вариант такой, что он убежит, неизбежен. В чайной культуре, в китайской, существ... Я вам сейчас даю знания 2000 года, которыми меня наделили те люди, которые руководили процессами всеми в чайном клубе и в чайной культуре, от которых я и научился. Значит, есть просто чаепитие. Это когда ты в чайничек, чайничек через ситечко в сливничек. Из сливничка ты всем разлил, чайничками... Кайфуешь. Просто чаепитие. Есть церемония гунг-фу-ча. Из куста чая. Значит, это маленькие такие, пузатенькие чашечки. И узкие такие, отражающие. Женское начало, мужское начало. Определенным образом на газовой горелке доводится чай до шума ветра в соснах. Перемешивается там все это. Оп. И начинает разливать. Сначала вот по тем, которые узенькие такие. Потом вот такими пузатенькими накрывают. Берут пальцами так. Что собой олицетворяет перетекание из мужского в женское начало. И мастер так должен как бы все брать, так покачиваться. В общем, понтов выше крыши. Безусловно, я этому научился. Мне понравилось, как сидишь, кайфуешь. А сейчас я вот пью так, как требуется настоящему чайному мастеру. Заварил настоящий чаек. Чашечку взял и пьешь его. Кайфуешь, все. Я вот везде, где приезжаю, мне всегда дарят чай. Не в прямом смысле слова, но вот... Это значит, я там на Ширьеше купил. На Архизе мы были. Наша подруга Фатя пошла, он с Ксенией покупали. Она говорит, вот это вам, вам, вам все. Будете пить всю зиму витамины, полезные вещества. Это все скрывает. Пуэр, хризантема. Со вкусом вот этих вот прелых носков, как бы, да, гниющих. Что из себя представляет пуэр? Немножко ягодки, немножко жасмина, и он такой получается какой-то землисто-травяной. Не все кайфуют вообще от пора как такового, но в этом есть глубокий смысл. Если вдруг вы решили что-нибудь намутить, намутитесь и попробуйте просто. Как вам? Кайфанете заодно, я вам обещаю. Здесь чистый аромат Сибири. Все, вот, вот. Мое детство, вкусный, крепкий чай. Отец всегда говорил, чай должен быть креп. Даже вот в еврейском анекдоте. Заварочки не жалейте, да, говорит? Секрет. Дедушка мой, в чем же секрет вашего вкусного чая? Все так хвалили. Заварки. Что? Заварки не жалей. У него даже терпкость другая. Не как у пуэра. Все чьи, даже черные. Разный вкус дают. Но аромат смородины. Я помню, мы в детстве на Синокосе вдали от нашего дома. Жили прям. И, конечно же, запасы заканчиваются. И для того, чтобы они не так быстро заканчивались, ты чередуешь чай с черным листом или просто травяные. Чай с чайным листом или травяные. Чай, травы, чай, травы. И вот, если взять побольше смородиновых листьев, бросить их, кипятком залить и оставить на ночь, к утру будет такого же цвета черного чая. Листья смородины серьезно красят. Ой, класс. Так, смотрим. Ой, пуэр на молоке. Я же не рассказал самое главное. Почему пуэр на молоке-то? Значит, есть вот эта вот церемония гунг-фу-ча, когда там все это переливается. А есть еще одно, один вид чаепития. Варка чая методом лу-юй. Считается, что лу-юй один из, так сказать, китайских вот этих вот древних, так сказать, я не знаю, как называется, человек, который давным-давно обнаружил чайное дерево, случайно она упала куда-то там в стакан с кипятком, и вот он как бы понял, что вау, вот она, оказывается, тема-то в чем. Вот она. Первооткрыватель. Первооткрыватель, да. Вот так правильно будет сказать. И ему, и вот эту варку, так сказать, ему назвали его именем. Ему дали честь, варке дали честь носить имя лу-юя, так сказать, первооткрывателя вот этого чайного действия, чайной культуры. Это, соответственно, что из себя представляет? Горелка газовая, стеклянный чайник, туда наливают воду, фильтрованную обязательно, или родниковую, и начинают греть ее. Опять же, как и в церемонии, до шума ветра в соснах. Такой... Об этом знают только, наверное, сибиряки. Видите, я как подошел, как чайный мастер. Шум ветра в соснах. Потом моют чай, туда перемешивают, высыпают в вороночку, раз-раз, закрывают, газ выключают. Считается, что температура где-то около 90 градусов, и уже ждут. Если это игольчатые чаи, ну, то есть почка, да, начинается танец снежинок. Вот все сидят, как бы, чай заваривается, начинается танец снежинок. Иголочки поднимаются вверх-вниз, опускаются вверх-вниз, потом садятся все на дно, вот таким вот чистоколом. Это вот желтые, белые чаи там, да и, в общем, и расплющенные чаи тоже. Главное, чтобы почечка была цельная. И вот они стоят, такой лес, называется танец снежинок, танец чаинок, когда они... Пуэр, так же просто, ну, он же как бы труха-трухой, что там, размешали, засыпали и ждем. Вот он весь заварился, такой потемнел, и начинаешь разливать сливничек и по чашечкам. И чем больше ты из чайника выливаешь, то есть идешь ко дну, тем крепче-крепче, насыщеннее становится чай. Так вот, пуэр на молоке делается как раз вот методом варки лу-юй. То есть ты просто нагреваешь, вместо воды берешь молоко, туда бросаешь чай любой и варишь. Но любой не любой, а пуэр получается вкуснее всего. Ну все, тут последняя стадия, я смотрю уже, то есть если молоко закипит, оно убежит, то есть его нужно не довести до кипения. А вот на этой стадии, когда начнет подниматься, его сразу раз, ну, как бы по сути, оно уже прям поднимается, да. Все, забираю. О-о-о! Давайте вот так еще разочек. Значит, во-первых, молоко становится шоколадного цвета. Ну, такого, знаете, как какао. Оно все такое темнее-темнее, с каждым проливом становится темнее-темнее-темнее. В общем, вот это, это эксклюзив. О-о! Но, вот тут я, конечно, как правильно сказать, капризничаю иногда. Мне не нравится мята в чайных сборах, вот в этих. Я стараюсь, ну, читаю всегда, чтобы не было мяты и душицы никакой в чайном сборе. Тут она есть, немножко как бы не страшно, но я прям ее заверсту чувствую. Зато вкус нежный. Такой банный. Вот, когда вы пьете в бане чай, или завариваете, или ваш папа, или дедушка заваривает веник березовый, а рядом эвкалиптовый. Все это вместе перемешивается, и такой получается древесный, древесно-травяной аромат. Вот это совершенно шикарное ощущение. Теперь самое главное. Кульминация вечера. Кульминация утра, или кульминация дня. Вот он какой, смотрите. О-о-о-о. Вот это тягучее молоко со вкусом пуэра. Мы наливаем небольшое количество. Вкушаем аромат чая. Обычно я на него дую, чтобы не образовывалась пенка, но она зараза все равно образуется. Лецитин-то никуда не денешь. Попробуйте хотя бы разочек сварить пуэр на молоке. Кто не любит чай с молоком, не рекомендую. Но кто любит чай с молоком, пуэр, ну особый, особый вкус. Какой-то у него шоколадный, не знаю, какой-то, какой-то невероятный. И в чайных клубах тогда еще происходило вот какое действие. Приходил человек, если он свой, если мы его знаем, то он может попросить варку чая методом луи пуэр на молоке. Как бы наш рашин вариант. Но если мы человека не знаем, мы говорим, сори, мы так не делаем. Ну так, вы что, не уважаете чай? Мы не можем так издеваться над чаем. Молоко жирное с лицетином, со всеми микроэлементами. И мы берем туда, фигачим чай. Вы что, с ума сошли? Так мы всегда. Меню не было никогда. Но для своих или среди сотрудников чайного клуба мы только так пили пуэр. Потому что так он вкуснее всего. Но заморочка. Молоко надо, надо, чтобы вкусное было. Надо, чтобы пуэр заварился. Чайчик нужен хороший. Нужно, чтобы горелочка была там туда-сюда. Я вот к чему все это рассказывал. Дорогие друзья, чай – это очень интересная опознавательная культура. Это польза для организма. Это польза для ума. Если вы в этом чуть-чуть разбираетесь. Это какой-то интерес в жизни. Знаете, как прикольно там где-нибудь на рынке в Таиланде увидеть чайные хризантемы, обнаружить, что это так и есть, потому что никто не может тебе это объяснить. И привезти с собой домой и потом наслаждаться полгода, а то и год, по чуть-чуть добавляя в чаи, кайфуя, вспоминая о том, как вы где-то путешествовали. Не это ли прекрасно, дорогие друзья? Потому что не только гастрономическое должно быть образование, но это ведь тоже такое чайно-гастрономическое образование. Я хочу с вами попрощаться, сказать вам о том, что у вас есть тема раздолья, так сказать, к изменению своего чайного пространства. Попробуйте, что-нибудь вам понравится. Ну и потом напишите в комментариях. Да, нет, зашло, не зашло. Мы же все люди разные. Пока.